Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Общественность в Сочи недовольна золотым квадратом. Как бороться с транспортными проблемами решали на планерном совещании главы курорта. Ночью аварийная бригада водоканала вновь работала на улице Медовая. Масштабные работы были проведены и на Мамайке. С ними не страшно и главное безопасно. В Сочи прошел городской конкурс «Лучший спасатель». В Сочи до конца суток 6 сентября, а также ночью и в первой половине дня 7 сентября возможны дожди и усиления ветра. Спасатели просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности и в случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010. Но такие же прогнозы по всему краю. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил всем оперативным службам региона перейти на усиленный режим из-за непогоды. Необходимо оповестить население о возможности ЧАЭС, привести в готовность оперативные и спасательные службы, выставить круглосуточные посты наблюдения на водных объектах. Также необходимо обеспечить бесперебойное функционирование всех социальных объектов. Совместное виноделие и партнерство в туризме. Швейцарцы готовы сотрудничать с Краснодарским краем. Сегодня Вениамин Кондратьев встретился с делегацией из Кантона, то есть региона Тичина. Это один из самых крупных по площади регионов Швейцарии. На иностранцев произвели впечатление кубанские винодельни. Они посетили Левкадию и Абрау-Дюрсо. Основными направлениями сотрудничества могут стать винный туризм, отдых в межсезонье, а также производство швейцарских сыров. Мы сегодня такая по европейским меркам небольшая страна, поэтому мы сами сегодня создаем и балансируем собственную экономику. И, конечно, ищем партнеров, в том числе партнеров и в Швейцарии. И, конечно, если мы найдем их в регионе Тичина, мы будем очень рады. Мы понимаем, что приоритет экономики Тичина тоже аграрный, поэтому, конечно, мы здесь готовы рассматривать совместные предприятия, объединения бизнесов. Мы не скрываем, мы активно ищем партнеров и в Германии, конечно, и в иных европейских странах. Предлагаем наше взаимовыгодное партнерство. И вот прошу здесь учесть и передать бизнесу и Швейцарии, и региону Тичина, что, безусловно, без партнеров мы не останемся. Но вот если не получится партнерство с вашим бизнесом, то пройдет совсем немного времени, и они должны у себя спросить, выиграют они от этого или проиграют. Для улучшения наших отношений было бы неплохо организовать встречу между представителями винодельческих отраслей, чтобы обменяться опытом. Также во время визита мы поняли, что у нас есть похожие проблемы. Например, невысокая заполняемость курортов в межсезонье. Вот в этих двух направлениях можно работать, в том числе и на уровне сотрудничества торгово-промышленных палат. Также на встрече обсудили сотрудничество в сфере культуры, спорта и образования. Губернатор предложил организовать совместные обучающие программы и наладить обмен между кубанскими и швейцарскими школьниками и студентами. Да, да. Дрова. У нас идет отопление паровое. Отсюда достаем сажу. Растопить печь дровами – единственный способ в этом доме, чтобы согреться зимой. В 21 веке в селе Первореченском до сих пор в строю вот такие буржуйки. Улица Степная, на которой живут больше 20 человек, в основном пенсионеры и многодетные семьи, здесь единственная, где нет газа. Две машины дров у нас уходило. Ну, то есть это 2016-18, вот так. Ну, то есть еще приходило же самим и колоть их. Ну, то есть это материально очень затратно. Не менее затратно приготовить обед или ужин. Для этого селяне вынуждены покупать газ в баллонах. К тому же, чтобы заправить их голубым топливом, приходится ездить в соседнюю станицу. Готовка, конечно, дольше идет. То есть нету такого пламени. То есть это совсем другой газ. Уже этой зимой жители улицы Степной рассчитывают обойтись без дедовской буржуйки и неудобных баллонов. К заправотам обещают провести до конца следующей недели. Морозы без дров и угля этой зимой встретит и Екатерина Архиповна Брежнева из станицы Кавказской. 88-летняя пенсионерка внимательно следит за тем, как ее дом подключают к газовой сети и едва сдерживает эмоции. Этого события она ждала не одно десятилетие. Не могу рассказать, какая радость, что я дожила. Спасибо вам всем большое. Чтобы газифицировать как можно больше домов, в этом году из краевой казны выделили 240 миллионов рублей. Эти деньги было решено распределить между 38 районами. Но, как ни странно, некоторые муниципалитеты от реализации этих проектов отказались. Список на столе у губернатора. В нем и крупные города, и небольшие поселения. Например, поселок Ахтырский в Абинском районе. Там местные власти просто не успели выполнить корректировку проекта. Деньги были распределены еще в январе. Сейчас сентябрь. И ряд муниципальных образований отказываются от газификации этого проекта. Ну, коллеги, как это можно готовиться, ждать? И всегда мне главы заверяют, у нас все готово, проект готов. Дайте только деньги, дали. Ну, какая тут уже нужна корректировка проектной документации. Ну, включите Абинский район. Проект был, значит, но мы когда шли уже, попали на корректировку проекта, уперли железную дорогу, она нам дала новые корректировки. И были новые выданы технические условия. Вы сделаете корректировку в головах своих подчиненных, это самое будет правильное. Потому что железная дорога не корректировалась, она там была. Кадровый вопрос уже решен. Людям же наши кадровые перестановки тоже не настолько важны. Им не важно, кто, лишь бы результат давал. С начала этого года построено больше 60 километров сетей газоснабжения. В планах эта цифра должна увеличиться до 112 километров. Однако, вместе с уровнем газификации края растет и сумма долга за голубое топливо. Сегодня она составляет больше 6 миллиардов рублей. Два из них на совести самих кубанцев. Но куда больше задолжали теплоснабжающие организации. Около 3 миллиардов рублей. В числе лидеров Славинский, Ейский, Староминский, Тихорецкий и Динской районы. В некоторых сумма долга даже больше, чем в прошлом году. И это при том, что новые возможности газификации региона постоянно лоббируются на федеральном уровне. Хотелось бы напомнить главам о том, что в этот отопительный сезон вы не войдете с паспортом готовности, если ваша задолженность превышает прошлогоднюю. Войдете только с другим заместителем, как минимум, а то и главой тогда. Понятно, люди из-за того, что вы беспечные, не могут зимой замерзать. Люди замерзать не будут. Но руководство района у них точно будет другое. Или, по крайней мере, зам, который курирует эти вопросы. Потому что сегодня нужны менеджеры, они чиновники, которые сидят в своих креслах и ни о чем не думают. А люди ни в коем случае не пострадают. Поэтому, Андрей Анатольевич, тепло все равно, оно, конечно, будет. И газ тоже будет в районе. Но уже с другими, по-настоящему, управленцами. К решению этой проблемы необходимо подключать правоохранителей, считает Вениамин Кондратьев. В течение двух недель глава региона поручил подготовить все материалы под должникам, чтобы передать их в прокуратуру. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. За ремонтом дорог в Краснодаре будет следить оперативный межведомственный штаб. Он будет контролировать сроки и качество работ. Об этом на планерном совещании сообщил Вениамин Кондратьев. Чтобы привести городские автомагистрали в порядок, выделили больше 3,5 миллиардов рублей. Однако сроки ремонта некоторых улиц отстают от графика. Что сегодня пишут жители Краснодара? Что ремонт значит, что ремонт благополучно брошен. Дорог, я имею в виду. И притом брошен на полпути. Еще есть серьезные вопросы к качеству работы. По крайней мере, так пишут горожане. Потому что они видят, как ведутся работы. Такие огромные деньги. Я не понимаю, почему такое отношение. Или потому что не могут, или потому что не хотят. Но то и другое меня не устраивает и горожан не устраивает. Город по факту оказался перед ситуацией, когда в отсутствии трехгодичного, можно говорить, финансирования по линиям дорог никаких работ не выполнялось. Просто, конечно же, качество сотрудников, но их профессиональные навыки, они были утрачены. Поэтому в течение этого всего времени проходили работы и в части, и замены, и в службе технического надзора, и сметчиков. В Краевой столице сегодня ремонтируют 47 дорог. Их общая протяженность более 70 километров. Все работы должны быть окончены до 20 октября. Но уже сегодня деятельность городского дорожного департамента демонстрирует некомпетентность ответственных сотрудников, из-за чего сроки могут затянуться. Губернатор Кубани поручил обеспечить круглосуточную работу штаба и докладывать о проделанном два раза в день. Общественность Сочи недовольна организацией дорожного движения. Взятый за основу так называемый «золотой квадрат», подразумевающий свободный проезд машин по загруженным дорогам, на деле показал иной результат. Что тому виной, как бороться с наболевшими транспортными проблемами? Этот вопрос стал главной темой обсуждения в ходе еженедельного планерного совещания главы города. Тему продолжит Татьяна Говоркова. Замена знаков дорожного движения и переход на более лояльный метод работы службы эвакуации принесли свои результаты. Где необходимо появились дополнительные парковочные места, где-то парковаться вовсе запретили. Стало меньше эвакуаторов на улицах курорта. Вроде бы все необходимые меры по улучшению дорожной обстановки приняты и согласованы с общественностью, но в итоге избежать заторов все-таки не получилось. Представители общественности говорят о том, что раньше было даже лучше. Когда эти знаки менялись, ситуация хорошая была. Можно было позвонить, приезжают машины в руку, согласно знакам дорожного движения. Вот это перевод или нет. Такое впечатление, как будто эвакуационные машины пропали. Естественно, сразу же по-моционеру не проехали, парковать не проехали. Такая же ситуация в завокзальном районе, в центральной части Адлера и в Кудепсте. По словам сотрудников ГИБДД, причина в увеличении количества автотранспорта. Анатолий Пахомов с этим не согласен. В прошлом году туристов было даже больше, но таких дорожных проблем не было. Сегодня одна из причин, считает мэр, элементарное несоблюдение правил дорожного движения. Его позицию полностью разделяют ТОСы, домовые и квартальные комитеты. В их адрес поступают многочисленные жалобы на отсутствие порядка на дорогах. Хотелось обратить внимание работников ГИБДД, чтобы наводили порядок именно в тех местах, где знаки установлены. У нас деловая часть города. Это, скажем так, сейчас уже школьный период. Утром выехать невозможно, вечером вернуться невозможно. Конечно, это вызывает у нас сложности у жителей. И, конечно же, люди жалуются. Жалуются неисполнение, а все-таки предписание автомобилистами. Там, где знаки установлены, все равно сойдет хаотичная парковка, незаконная. На планерке сегодня обсудили и возвращение к муниципальной собственности сетей водоснабжения. Неправомерность действий руководителей бывшего коммерческого предприятия «Сочи-Водоканал» в части сбоя подачи воды в Сочи будет предметом рассмотрения соответствующих правоохранительных органов. В ходе планерного совещания обсудили и санитарное состояние сочинских оптовых баз, сельхозугодий и объектов розничной торговли. В целом, проведенный мониторинг показал неплохие результаты. Хозяевам тех же субъектов, которым были нарекания, выпишут штрафы. Исправить все недочеты им необходимо в течение месяца. Сегодня ночью аварийная бригада водоканала вновь работала на улице Медовая, но в этот раз с целью предупреждения аварии. Строительные работы на жилом комплексе «Курортный» вновь спровоцировали оползневые процессы. Все подробности в нашем сюжете. Полночь улица Медовая. Бригада муниципального водоканала начинает сварочные работы на магистральном водоводе. Диаметр 800 мм. Это единственный источник водоснабжения поселков Кудепста, Хоста, микрорайонов Мацеста, Бытха и села Раздольная, а также части Адлера. Накануне водовод был детально обследован мупом. Найдены слабые места, которые в любую минуту могли вызвать порывы. Водоканал решил сработать на опережение. Отреагировал оперативно, что позволило избежать беды. На время работы абонентов отключили от воды, но сделали это ночью, о чем сочинцев предупредили заранее. Воду обещали запустить в 3 часа ночи, но уже в 2 она поступила в систему. Угроза серьезной аварии на Медовой возникает из-за строительства ЖК-курортной, рядом с которым проложен водовод. Это приводит к оползням, которые становятся причиной постоянных порывов. Это нужно решить так, чтобы труба осталась вне оползня. Каким образом это делать, сейчас будем думать. Но то, что нужно восстановить вторую нитку, это однозначно. К сожалению, вторая нитка выведена из строя на достаточно серьезном участке, поэтому у нас только одна нитка. Аварии будут продолжаться до тех пор, пока не будет решен вопрос строительства подпорной стены. Собственникам ЖК-курортной, говорят водоканали. Между тем, проект пока только на стадии экспертизы. В целом же водоканал только за последние 4 дня уже исправил ситуацию на водозаборе реки Сочи, заполнив водой резервуары и на насосной станции «Батарейка». Масштабные работы были проведены и на Мамайке. Там подключили водовод диаметром 700 мм для подачи воды в центр с Головинского водозабора. Главное, теперь водоснабжение в центре Сочи станет более надежным. Я участвовал конкретно на Мамайке, на 73-м километре, на этой 700-ке, вот уже двое суток. Как говорят местные слесари, там каждый день был порыв. Руководством Сочи водоканала было принято решение не чинить, не перекладывать трубопровод, а просто его вырезать. С какой целью, наверное, лучше спросить у Сочи водоканала. Почему коммерческое предприятие Сочи водоканал так обошлось со своим имуществом, а по сути и с жителями теперь будут разбираться соответствующие правоохранительные органы. К слову, теперь уже на муниципальном предприятии сейчас кипит и бумажная работа. Вот, например, принтеры, установленные вот так, прямо в музее водоканала, активно бумажка за бумажкой печатают проект договоров с юрлицами. Таких сегодня нужно распечатать более пяти тысяч. Работа ведется также в нормальном режиме, никаких сбоев нет. То есть каждый абонент будет выслушан, с каждым абонентом будет проведена разнесительная работа. Если какие-то есть вопросы, вы можете обращаться, приходить в одно окно. Наши сотрудники всегда рады видеть вас. Новые квитанции уже от МУП «Водоканал» сочинцы получат до 1 октября. Оплачивать услуги за воду и канализование нужно будет по единой квитанции «Горы ВЦ». Ну а все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии водоканала 255 05 05. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Хостинском районе до конца недели завершится сразу несколько работ по благоустройству. Все это реализация программы так называемых «малых дел». В микрорайоне Бытха и в селе Верхний Юрт побывала Рината Шипулина. Тротуар на улице Возрождения в микрорайоне Бытха много лет не ремонтировался. В рамках программы «Малых дел» сегодня здесь ведутся работы. Участок протяженностью 120 метров готовят под брусчатку, устанавливают бордюрный камень. На лестницах оборудуют и пандусы. В рамках исполнения программы «Малых дел» депутаты городского собрания Сочи по Хостинскому району выделили более миллиона рублей на обустройство тротуара по улице Возрождения. Также в планах у нас обустройство детской площадки по улице Возрождения и обустройство тротуара по улице Бытха к курортному проспекту. Проведение любых ремонтных работ всегда доставляет неудобства. Единственное, что заставляет терпеливо относиться к происходящему, это понимание скорого завершения строительства или благоустройства и ожидания лучшего. Все, что улучшается, это всегда хорошо. Это удобно, это приятно, когда о тебе заботятся. Благоустройные тротуары – это хорошо. Работы здесь завершат к концу недели. На очереди еще несколько объектов в микрорайоне Бытха. Практически завершена работа по ремонту двух участков дорожного полотна на улице Абовяна в селе Верхний Юрт. На их состояние долгое время жаловались местные жители. В этом году по поручению главы города Анатолия Пахомова и при содействии депутатов района были выделены 300 тысяч рублей. Участки дороги ремонтируют поэтапно. На очереди и самый сложный отрезок. Уже сколько лет вот эта дорога вообще уже обваливается. Но вот в программе «Малых дел» нам, слава Богу, конечно, вот начали делать дорогу. Спасибо, конечно, депутатам нашим. Обвал этот самый основной, что даже скорая помощь прийти, она вот по такому обвалу невозможна. Но обещают в следующем году закончить эту дорогу. В программе «Малых дел» еще немало заявлений жителей села Верхний Юрт. Уже известно о включении этого района в программу по установке уличного освещения в переулках. Рината Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинцев призвали сообщать о вредителях. Отдел ветеринарного и фитосанитарного надзора просит информировать о бочегах заражения деревьев американской белой бабочкой. Опасный карантинный вредитель наносит огромный ущерб паркам, скверам, зеленым насаждениям на придомовых территориях. Для эффективной борьбы с американской белой бабочкой большое значение имеет его своевременная ликвидация. Сейчас идет развитие второго поколения насекомых. Обработать деревья и кусты, при необходимости обрезать пораженные ветви и сжечь их, обязаны собственники земельных участков. За несоблюдение этих требований грозит штраф. В случае выявления очагов заражения вредителям необходимо направлять обращение в Сочинский ветеринарный и фитосанитарный надзор. Телефон и электронную почту вы видите на экране. В обращении необходимо указать адрес, место расположения очага, при возможности кадастровый номер, район, а также фамилию, имя и отчество собственника. В Сочи открылась горячая линия по вопросам выборов. Ее для связи с избирателями организовала Общественная палата города. 10 сентября состоятся выборы депутатов законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва. Горячая линия начала работу уже сегодня. Общественная палата Сочи готова пообщаться с избирателями по вопросам порядка и сроков избирательных действий, а также для своевременного реагирования на сообщения о допущенных нарушениях, связанных с голосованием. С 10 до 17 часов, а в день голосования с 8 до 20 часов, избиратели могут позвонить по телефону 262-24-40. Горячая линия будет работать до 11 сентября включительно. В Краснодарском крае объявлены в розыск пятеро молодых людей. Их разыскивают по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Разыскиваются Сапелкин Сергей Александрович, 25 лет, уроженец Кропоткина. Клевцов Никита Вадимович, 25 лет, уроженец Краснодара. Львов Иван Александрович, 23 года, уроженец Новороссийска. Донченко Кирилл Игоревич, 24 года, уроженец Новороссийска. И Лобос Александр Вячеславович, 24 года, уроженец Каневского района. Любую информацию о местонахождении разыскиваемых молодых людей полицейские просят сообщать по телефонам, которые вы видите на экране, или обратиться в ближайший отдел полиции. На проезжей части должно быть безопасно, особенно, когда это касается детей. Сотрудники Сочинской госавтоинспекции в первые дни учебного года провели серию специальных занятий с первоклассниками. В целях профилактики инспекторы каждое утро выставляют посты вблизи всех общеобразовательных учреждений города, чтобы напомнить и детям, и родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД провели занятия со всеми первоклассниками, а их в этом году более 7 тысяч человек, раздали им так называемые письма первоклассников, чтобы ребята вместе с родителями нарисовали в письме самый безопасный путь из школы домой, а еще лучше прошли его. Помимо этого, школьникам подарили светоотражающие элементы, которые позволят им быть заметными вблизи дороги. Театр «Кукол» подготовил для детей спектакли о безопасном поведении на дороге. К слову, в течение всего сентября инспекторы дорожной полиции будут нацелены на выявление нарушений правил перевозки детей. Безопасность на дорогах действительно не пустой звук. Накануне вечером на трассе Ваше на пешеходном переходе сбили девушку. На картинке с видеорегистратора видно, как двое на мотоцикле обгоняют транспорт по встречной полосе. Машины остановились перед зеброй, пропуская пешеходов, а мотоциклист сбил девушку, переходившую дорогу. Ей помогли подняться и отвели на остановку. Но вот какие травмы она получила, пока неизвестно. С ними не страшно и, главное, безопасно. На пляже Приморский в центре Сочи состоялся городской конкурс «Лучший спасатель-2017». Он проводится впервые среди матросов-спасателей, работающих на пляжах города. Расскажет Елена Всецина. На конкурс подали заявки 18 матросов-спасателей, которые работают на пляжах города второй сезон. Сейчас, если муниципальная приближная территория взята в аренду, обязательны условия наличия спасателей на местах. В это жаркое лето они спасли более 100 жизней. Для того, чтобы ни один человек не погиб, наши спасатели должны быть и жесткими, когда необходимо всех вывезти с пляжа, когда есть шторм, и профессионально, когда случилось так, что человеку нужно оказать помощь. Поэтому вот такие конкурсы мы будем проводить систематически и в начале пляжного летнего еще сезона. Глава города предложил проводить профессиональный конкурс среди всех матросов-спасателей, чтобы получилось своего рода тестирование перед тем, как ГИМС им выдаст разрешение на работу. А спасатели на сегодня должны быть не только сильными и смелыми, но и терпеливыми, уметь убеждать людей не заходить в море, если существует реальная опасность, например, во время шторма. Объяснять, конечно, доводится очень часто, каждый день по 100-200 раз. Самое главное – спасти человека. Нравится людям помогать, особенно детям, женщинам, которые не в состоянии сами себе помочь на воде. Конкурсные задания были самыми разными, и это не только на время доплыть на лодке до катера и вернуться обратно, но и продемонстрировать медикам, а они были строгими судьями, навыки оказания первой помощи. Мы поднимаем пальцы, получается, делаем вот эти места по ладони, посередине. Ставится пальцами. Я уже поставил, да. Делаем 100-120 раз в минуту, получается. Нажать в минуту. Да, раз. Вот так. Независимо от руки. Независимо. Если у ребенка, делаем двумя пальцами. Не случайно местом проведения конкурса был выбран пляж Приморский. Он в числе пяти сочинских пляжей претендует на получение голубого флага. То есть может быть включен в число самых комфортабельных пляжей мира, если выполнить все требования Международной системы сертификации пляжных территорий. Здесь будут рассматриваться требования по санитарному состоянию пляжных территорий. Заключение Роспотребнадзора за период всего летнего сезона не менее 20 проф. Должны будут предоставить пляжники в организацию, которая будет осуществлять аккредитацию. Ну а по итогам конкурса лучшим спасателем Сочи признан Максим Балагута пляж Бархатный сезон в Амеретинской долине. Второе место у Сергея Петряева пляж Чкаловский Адлер и завершает список победителей Александр Смирнов пляж Цирк, Костинский район города. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Робби Уильямс не приедет в Сочи. Об этом стало известно сегодня. Певец отменил все запланированные в России выступления. Тур в поддержку нового альбома должен был включать в себя выступления в Санкт-Петербурге 7 сентября и Москве 10 сентября. Помимо этого исполнитель должен был спеть семь своих хитов 14 сентября на закрытии конкурса «Новая волна» в Сочи. Ранее 43-летний певец в откровенном интервью признался, что давно страдает от депрессии и что его карьера пагубно сказывается на его здоровье. По некоторым данным, врачи запретили артисту куда-либо выезжать. О порядке возврата билетов на отмененные шоу пока не сообщается. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...